Всем привет! В предрождественском выпуске новостей от Приан поговорим о Таиланде, Турции, динамике цен в мире, а также о новых предложениях для российских покупателей в 2024 году. Итак, какая не представленная до сих пор недвижимость появится в ближайшие месяцы на нашем внутреннем рынке. Приан опросил крупные компании, работающие по всему глобусу, ну и соответственно имеющие возможности, что называется, менять акценты. Новых локаций абсолютно новых, пожалуй, не ждем. Агентства прорабатывают варианты в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Но вот внутри этих регионов новые возможности, новые варианты появятся. В Азии нам предложат Камбоджу, Вьетнам, Малайзию. Это, правда, не новинки на рынке, но пока они не так популярны, как Таиланд или Индонезия. Самое интересное, компании готовятся представить недвижимость Китая. И на Ближнем Востоке будут абсолютно новые страны. Наряду с Эмиратами, Оманом и менее известными, но уже засветившимися у нас в 23-м году Бахрейном и Катаром, на рынке должны появиться объекты в Саудовской Аравии. В Королевстве планируют в 24-м году разрешить покупку недвижимости иностранцам и, более того, обещают любопытные программы гарантированной доходности. И Юго-Восточная Азия, и Ближний Восток становятся направлениями, в первую очередь, инвестиционными, причем в мировом масштабе. Ну и на последние недели года, читайте на Приан, мы опубликуем несколько материалов о планах и прогнозах участников рынка. Теперь о наболевшем, то есть о Турции. Каждый день ждем новостей с деталями закона о краткосрочной аренде, а их нет как нет. И как действовать тем, кто планирует получать доход с туристов, до сих пор непонятно. Впрочем, в первый месяц года турецкие власти могут ввести, по сути, должны ввести некий переходный период, не вводя реальные проверки. Так появится еще немного времени для проработки деталей закона. Меж тем, в ноябре россияне сохранили за собой уверенное лидерство по числу приобретенных в Турции объектов – 637. Правда, в этом году еще ни разу не было так мало, но учитывая нервные новости последних месяцев, и это, в общем, неплохо. В целом, все иностранцы меньше интересуются Турцией. Доля покупок недвижимости из-за рубежа в стране всего около 2,5%. Ну а самые популярные локации у нерезидентов те же – Анталья, Стамбул, Мерсин. Последнее на сегодня о Турции. Утихли слухи о неизбежном подорожании программы гражданства от 400 до 600 тысяч долларов. Зато отменена возможность участвовать в программе покупателям земельных участков без разрешения на застройку. С одной стороны, такой опции мало кто пользовался, но тут важнее, что это ограничение вступило в силу незамедлительно, без какого-либо переходного периода. То есть турецкие власти по-прежнему продолжают действовать непредсказуемо, и это, конечно, не очень хорошо. Ну а в Таиланде начинается высокий сезон. Уже можно сказать, что весь год интерес к стране у иностранцев рос. Местный центр недвижимости опубликовал данные по продажам квартир за 9 месяцев 2023 года. У китайцев уверенное первое место – почти 5000 купленных кондоминиумов. У россиян не менее уверенное второе – 962 квартиры. Поскольку за жителями Поднебесной почти половина всех иностранных сделок, то понятно, что и самые популярные локации у приезжих по статистике китайские. Абсолютный лидер – провинция Чунбури, где расположена Паттайя. Столица – Бангкок на втором месте. Ну и третий, правда, с очень заметным отставанием, мекко-российских покупателей Пхукет. В заключении опубликована еще одна статистика цен на недвижимость в мире за третий квартал 2023 года. На этот раз данные от Global House Price Index от Night Frank. Показатели без учета инфляции. Соответственно, первая с огромным отрывом, опять-таки, Турция. Но в данном списке куда интереснее, что, в принципе, среди лидеров немало государств, весьма и весьма интересных нам по-прежнему. Я выделю Хорватию, Грецию, Болгарию, Португалию, Словению. Вот еще одно подтверждение, что Южная и Восточная Европа переживают кризис легче. Во всяком случае, цены на жилье там не падают. Ну что ж, вот мы и подошли вплотную к Рождеству. Я всех от души с ним поздравляю. Мира, любви, гармонии и теплого дома вам и вашим семьям. Не забывайте подписываться на наш канал и будьте благодарны за лайки. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok